Сегодня начинаю переваливать петунью ампельную, которую сеял своими семенами. Это из серии опера Райсбери Айс. Вот такие вот сеянцы выглядят на 15 февраля и они уже начали тянуться. Вот если вы видите, вот стебелечек дома, конечно им жарко. Вот пока они все у меня не вытянулись, я их хочу сейчас перевалить из этой кассетки. Корни уже достаточно хорошие, вот болтается корневая система. Сейчас посмотрим, тут вот я доставала уже. Вот посмотрите какая шикарная корневая система. Сейчас буду вот эти вот растения все переваливать в горшочки, в эти стаканчики 200 миллилитров. Специально купила беленькие другого цвета, непрозрачные. Чтобы не подписывать, у меня вот будет как бы выделено, что белый стакан это Райсбери Айс с самосборными семенами. Потому что еще я оперу-то сеяла покупную 50 гранул. Вот устроилась вот тут вот рядом с мешками своими. Вот эти мешки у меня стоят сейчас на разморозке, а вот эти вот полтора мешка рабочие. Так, стаканчики были заранее подготовлены. Вот дырочки в дне, делаю два отверстия ножницами. Насыпаю так вот пышненько стаканчик, потому что сейчас буду делать отверстие вот такое вот. И просто усаживаю туда вот это вот растение и уже немножечко придавливаю. Все, перевалка сделана. Вот такие вот хорошие растения. Я думаю, что в условиях теплицы здесь все-таки попрохладнее, в пределах 17 градусов бывает пониже ночью. Днем, когда солнце выйдет, конечно, повыше немножко температура поднимается. Ну, это все для петунии лучше, чем в комнатных условиях. Хоть я и досветочку делаю, все у меня и окошечко открыто прохладно. Вот второе растение, посмотрите, какое чудесное. Ну, вот стебелечек, видите, ножка уже тянется. Ну, вот сейчас все будет хорошо. Поспешу это сделать, работу. Конечно, не знаешь, за что хвататься. И черенковать нужно, и переваливать нужно. И вот наконец-то я отсеялась. Все, больше ничего сеять не буду, потому что ставить уже некуда. Вот, работу потихонечку выполняю вот так вот. Вот так вот еще одно растение. Ну-ка, вот такие корешочки шикарные. Конечно, хочу сказать, в кассете очень хорошо. При наличии свободного места, где вот расставить кассетки, то, конечно, в кассете лучше. Ну, вот таким образом сейчас буду переваливать эту кассету. И у меня еще две, разбираясь, вот по белым стаканчикам. И буду расставлять. Подготовила место. Вот так расставила кассетки порезанные, как я уже говорила. Сороковую кассету режу пополам. Мне так удобнее работать. Вот на этом стеллаже, где у меня виола растет. Ну, и буду вот так вот устанавливать эту петунию. Конечно, ненадолго этот объем. Почти уже смыкаются листочки. Но это нужно срочно сделать, потому что в кассете дома это еще хуже ей стоять. Даже у самых маленьких вот таких растений, вот казалось бы, а все равно какой хороший корешочек. Вот корешочек есть. Все пойдет. Вот еще корешочки растут. Все разрастется. А еще вот минус кассеты. Очень быстро пересыхает. И кажется, вот как будто бы темное, боюсь залить. Оказывается, там сушь. Просто сухота. До самого низа сухо. Ну, ничего страшного. А петуния тоже любит. Надо подсушивать иногда. Хуже, чем заливать. Вот. Вот такие вот растения. Поддеваю вот так вот, вытаскиваю. И вот какая шикарная корневая система. Ну, прям очень мне понравилось. В кассетах, конечно. Только было бы место. А в принципе, вот если рассчитать правильно место, так хватит. Я много не сею. И мне вполне хватает. Первую кассету освободила. Сейчас пойду за второй. Все подготовила. Стаканы набила. А эта кассета по новой. В новый оборот пойдет. В нее я буду пикировать кустовую, которая у меня уже подросла. Посева 27 января. Также подготовила лоточки. Вот такие набила торфом. Это для пикировки кустовой петунии. Вот в кассеты буду пикировать. И в такие ящички. Петунии много я посеяла. В разные сроки. И первая партия уже подросла. Пора распикировать. Первую партию распикированной оперы самосборной. И вот поставила сюда. Есть еще пустые ячейки. Это для следующих кассет. И сейчас как бы, поскольку почва, грунт, в который я сажала, ну суховат немножечко, полью. Значит развела в 5 литрах. Ради фарм. Но у меня мало уже заканчивается. Поэтому сделала не по норме. На 1 литр 3 миллилитра положено. Ну вот я сделала на 5 литров. Вот шприц у меня на 2,5 кубика. Вот я его полный до отказа набрала. Это 3, наверное, будет. Вот, значит. И янтарной кислоты. О, этикетку тут надо будет снять. Ну ладно. Янтарная кислота. Тоже 1 кубик. Все перемешала. И сейчас буду поливать. Поливать буду понемногу. Дозировано вот так через трубочку. Водичка тепленькая. Ну вот понемножку этим составом, который будет стимулировать корнеобразование и укоренение, соответственно. Ну, поскольку это перевалено из кассеты, то корневая там уже хорошая. Ей только нужно прижиться в новом грунте. Не у всех растений развита хорошо корневая система. Вот отсадила в отдельную кассетку. Прям по 3 штучки. Раз уж зернышко взошло, то надо, конечно, бережно относиться. Может быть, я выхожу их. Для личного пользования будет. Для озеленения. Тоже поливаю этим раствором. Пусть отдельно дорастают. А сейчас я перехожу в другому сорту. А вот так выглядит рассада серии плюш. Тоже самосборные семена. Вот как помните, был у меня ролик. Я высаживала вот в точно такие же ячейки по 3 растения. Вот эти вот. Значит, у меня здесь цвет. Так, плюш синяя. И это пурпол. Вот он. Плюш пурпол. Вот так хорошо разрослись. Тоже уже вот немножечко начинает. Только начинает потягиваться. Поэтому перенесла их в теплицу. И завтра буду переваливать их. Но делать я это буду уже в литровый горшок. Вот такой вот литровый горшок сразу. Потому что это заготовка для подвесных горшков. Сразу по 3 растения высаживала. Именно с этой целью. Вот очень хорошо они развивались. Ячейки вот эти вот не такие маленькие, как в 104-й кассете. Они не пересыхали. Это вот полноценный стаканчик. Я думаю, что это 150 миллилитров. Даже не 100, больше. Поэтому там хорошая корневая система. Я так думаю. Вот. Питания они получали достаточно. Света у них было предостаточно. И вот такие вот растения хорошие получились. Ну вот следующий претендент на пикировку. 104-ю кассету освободившуюся. Это вот эта петунья. Посеянная 27 января. Вот так она сейчас выглядит. Тоже уже достаточно крупненькая. Можно пикировать. Тут вот вообще сомкнулись. Разные сорта по-разному себя ведут. Вот. Также вот уже подросли. Это тоже плюш. Вот такие вот большие растения. И вот тут вот в коробе тоже они у меня. Вот. Это все на пикировку. Пока не вытянулось. Вот они там вдалеке. Вот здесь тоже на подоконнике. Хорошие такие розеточки получились. Вот. Ну где-то поменьше, где-то побольше. Но в основном не вытянутые. Это уже хорошо. И вот их нужно бегом тоже пикировать. И, конечно же, удивительные бархатцы, которым всего 15 дней уже лезет вторая пара листьев настоящих. Посеянные они были 1 февраля. Вы посмотрите, как они уже выглядят. Их нужно прям тоже пикировать. Ну вот такие вот у меня планы на ближайшее время. Буду делать каждый день что-то. А на сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч.